Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас я покажу, как можно протестировать все плечо. Основные мышцы, которые стабилизируют его, управляют им, двигают им. Именно плечо, кое-что, плечевую. И, соответственно, плечевой сустав. Найдем в них основные дисфункции и попробуем устранить дисфункции, экономя время, найти приоритетную. Поэтому, смотрим. Дельтовидные мышцы Дельтовидные мышцы Для этого нам нужно увести руку назад и просим удерживать ее вот так. Стабилизация за эту сторону. Сейчас надо будет рукой вверх и назад отводить ее. Заводите, хорошо? Держите руку, давите. Задняя порция работает. Тестируем переднюю порцию дельтовидной мышцы. Делаем таким вот образом и просим руку сейчас давить ее вверх и вперед. Давим вверх-вперед. Вот сейчас мы получаем из этих трех мышц гипотонию только лишь передней дельтовидной мышцы. Запомнили. Сюда я вынесу. Продолжаем тестировать правое плечо. Тестируем широчайшую мышцу спины справа. Руку заводи сюда. Держим. Таким вот образом. Держим. Теперь рукой нужно прижиматься к себе. Как будто в задний карман лезешь. Локоть прямой. Поехали. Прижимайся. К себе, к себе, к себе, к себе, к себе, к себе. Ну тут прям полная гипотония. Я даже не буду по порции им ее делить. Теперь большая... Теперь большая грудная мышца. Теперь большая... Борщая. А теперь протестируем большую грудную мышцу по порциям. То есть ключичная и грудинная. Выводим руку таким образом максимально вовнутрь. И сейчас просим давить сюда. Для теста ключичной порции. На меня давите. Не работает ключичная порция. Сейчас прямой рукой давите вот сюда. Ну держите. Вовнутрь давим, 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 давим. А здесь отличный тонус. То есть получается сейчас еще выносим, что ключичная порция не работает. И широчайшие мышцы спины тоже не работают. Уже три. Едем дальше. Тестируем бицепс и трицепс. Длинные их головки. Тестируем бицепс как группу. Давайте сначала. И посмотрим. А вообще он справляется со своей функцией как группа. Поэтому локоть согните. Ладонь максимально сюда. Прижать к себе. Я прижимаю его руку. И локоть сгибаете в свою сторону. К себе. Тянетесь. Замечательно. То есть тест как группа бицепс работает. Проверим его длинную головку. Поэтому просим вот так руку удерживать. И сейчас нам надо будет сделать таким вот образом, чтобы он давил пациент сюда. А мы будем давить в эту сторону вниз. И проверим, насколько он функционально активен. Поэтому становимся таким вот образом. Вот. И просим руку туда вверх давить. Дайм, 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 дайм. Замечательно. То есть длинная головка бицепса достаточно устойчиво тестируется как тонус. Теперь проверяем сразу трицепс. Как группу. Поэтому руку также удерживаем. И сейчас надо рукой давить на меня. То есть разгибать ее. Разгибайте. Как группа работает. Если прям проверять мы еще будем именно длинную головку, то можно сделать следующим образом. Поставить в нейтральное положение предплечье. Удерживайте его здесь. И разгибайте руку. Поехали. Разгибайте. Тоже тонус. То есть сгибатели локтя, бицепс и трицепс нам проблем не создают. Поехали тестировать ротаторы. Начнем с надосной мышцы. Для этого руку вводим на 30 градусов. Устанавливаемся, стабилизируемся. И просим рукой давить в сторону. Давите. Отлично. Показывает тонус. Поехали. Тестируем подлопаточную мышцу. То есть для этого нам нужно отвести 90, согнуть в локте, опустить вниз. И просим давить ладонью вниз. Давите вниз. Отлично. Тонус. Кстати, тестирование ротаторов сейчас в подсказках у вас выйдет. Поэтому не теряйте. Тестируем сразу подосную мышцу. Таким вот образом просим давить рукой вниз. То есть вон туда. Поехали. Тут даже с болью, с комментариями. Не работает. То есть заносим. Не работает подосная мышца. Теперь тестирование малой круглой мышцы. Удерживаем таким вот образом ее. И просим давить рукой наружу. Ага. Давите наружу. Тоже не работает. Вот интересно. Давайте еще протестируем большую круглую мышцу. Насколько она держит плечо. Для тестирования большой круглой мышцы нам нужно вот таким образом уложить пациента. Ладони подложить под нижние ребра. И просить соединить локти как будто бы за спиной. Вот таким вот образом. Удерживайте. И сейчас мы будем раздвигать как раз таки обе локти. И который из них будет меньше болеть. Тот и будет рабочий. В общем ищем тонус. То есть удерживайте. И сжимайте локти за спиной. Сжимайте, 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 сжимайте. Отлично. То есть тонизация есть с обеих сторон. Соответственно мы сейчас получаем, что у нас есть дисфункция в передней дельте. В широчайшей. В подосной. В малой круглой. И в ключичной порции большой грудной мышцы. Вот они все здесь. Поэтому давайте с ними поработаем. И посмотрим, насколько они будут значимы для тонизации вообще всех мышц. То есть мы полечим одну и перепроверим все другие. Какая интересная из них самая важная? Как вы думаете? Давайте лечить. Я предлагаю отработать крупную мышцу. Это широчайшая мышца спины. Она как раз таки и стабилизирует плечо, чтобы оно сильно не выезжало из своего паза. Также она его садит к низу. И у него достаточно огромное место крепления. И каждую из сторон нам нужно отработать. То есть что мы можем сделать? Мы можем сейчас постимулировать какие-либо места крепления. И тестировать мышцу. И проверять, насколько она включается в работу. С правой стороны. Именно с правой. Поэтому давайте еще раз тестируем руку за ворот вовнутрь. Локоть прямой. Просим прижиматься к себе. Прижимайтесь к себе. Не работает. Сразу идем к месту крепления этой мышцы к плечу. То есть если по ходу мы ее будем вот так вот жампать, щипать, мы как раз таки дойдем до ее места крепления к плечу. Или Димаш вон туда. Ой. И стимулируем немножко массажными движениями. Буквально 2-3 секунды. После этого делаем перетест. Локоть вовнутрь. И прижимайтесь к себе. Прижимайтесь, прижимайтесь. Ну, уже получаем тонизацию. Давайте еще пройдемся по некоторым участкам, чтобы понять. Может еще где-то долечить надо. Допустим, широчайшая мышца также идет и крепится к позвонкам. Нижней части грудного отдела и поясничества. Поясничества. Вот так. И вот так. Удерживаем руку к себе. Прижимайтесь. Нет, эти участки нам не дают достаточной тонизации. Давайте пройдемся к месту крепления к крестцу и к крылу таза. Таким вот образом. Просто временно стимуляция. Удерживаем. К себе прижимайтесь. Не работает. И проверим саму толщу мышцы. То есть прям взять ее за брюхо и хорошенько разбудить. Проспайся. Хватит спать. Прижимайтесь к себе. Не работает. Давайте все-таки полечим сейчас именно место крепления широчайшей мышцы к плечу. И перепроверим все эти мышцы, которые не работали. Если все они тонус возвращают, значит она является первой причиной для дисфункции всех остальных. Поэтому мы просто так же проходимся по самой толще мышцы. Она как проводник нам покажет место крепления ее к плечу. Сон плохой приснился. Задушь меня, говорит мышца. И мы ее просто массируем до уменьшения болевых ощущений. На это может пару-тройку минут уйти. Вот. Как только мы все это отработаем, мы заново все перетестируем. Все те мышцы, которые показывали дисфункцию. Полечили. Меньше стала боль. Ага. Поехали. Протестируем саму широчайшую. Руку заверните вовнутрь. И таким образом удерживайте. И прижимайтесь к себе. Прижимайтесь. Крепко, крепко, крепко. Получаем тонус. Тестируем сразу ключичную порцию большой грудной мышцы. Держивайте так. И на меня давите. Замечательно. Получаем тонус. Давайте протестируем сразу ротаторы. У нас была в дисфункции подосная. Давите рукой назад. Мы получаем уверенный тонус. И еще в дисфункции была малая круглая. Давите рукой в сторону. Замечательно. Осталась только передняя дельта. Проверим. Передняя дельта. Держиваем. Пионерский привет. Держим руку здесь. И просим вперед и вверх давить. Даем, даем, даем. Отлично. Все мышцы тонизировались. Казалось бы, одну мышцу полечили. Сразу пять остальных выздоровели. Поэтому ищите приоритетные. В основном это крупные, большие мышцы, которые выполняют двигательную функцию. И как только вы их долечите, все будет у вас с другими мышцами тоже адекватно. Но чтобы быстрее процесс был, каждую из них надо полечить. Пользуйтесь.